Всем привет! В этом видео мы поговорим про безопасность при работе с сетями сайтов Подписчик канала Николас спрашивает Подскажите, пожалуйста, вы как студия, какими браузерами пользуетесь при работе и продвижении сайтов? Я использую Яндекс.Браузер, но из-за того, что веду много сайтов, создаю и веду по очень схожим тематикам, боюсь, что эти сайты будут признаны аффилиатами Да и просто вопрос, какой браузер, по вашему мнению, самый удобный Насчет удобства и я, и коллеги мои в основном используем Google Chrome Единственное, что в Google Chrome мы не пользуемся для работы Ну, такой смелой работы с рядом западных тематик То есть в Рунете у нас только Google Chrome Под запад, когда мы используем сети PBN, когда мы используем Ну, где-то пробуем играться с накрутками Вот там мы используем в основном Firefox Ну, и у нас как бы нет такой массовой чернухи и такого массового использования PBN, чтобы использовать защищенные браузеры В чем минус использования обычных браузеров, ну, там, Хромом или Firefox? В том, что вы все равно передаете сайтам, на которые вы заходите, в том числе, там, панели вебмастера, в том числе, системы статистики Передаете данные, ну, кучу данных о своем компьютере, о своем браузере и так далее И даже если вы там делаете разные профили, ну, например, в Хроме можно делать разные профили, у вас будут разные куки и так далее Там можно подменять в каждом профиле, ставить свой прокси-сервер, свой юзер-агент и так далее Все равно по куче косвенных факторов вы палитесь То есть вы, ну, по косвенным факторам вам можно понять, что это тот же человек, скорее всего И поэтому люди, которые массово работают с, ну, например, с мультиаккаунтами в социальных сетях, с мультиаккаунтами на досках объявлений Ну, ведут сети PBN-ок и при этом заходят в панели вебмастера и, ну, в общем, в сервисы Google Ну, они на самом деле в большинстве случаев так не делают, но те немногие люди, кто делает из SEO-шников так, то тоже пользуются Это я сейчас говорю про, ну, более защищенные браузеры То есть это там мультилогин, это индиго, это сфера и так далее То есть это платные браузеры Стоят они, ну, порядка, там, разные цены, ну, пусть там порядка 100 баксов в месяц И они защищены в том смысле, что вы можете создавать, ну, в разных там вкладках Чтобы у вас было в разных вкладках разные IP-адреса и разные, ну, там, юзер-агенты, понятно И разные фингерпринты устройства То есть вы, заходя на сайт из двух, на один и тот же сайт из двух вкладок Для этого сервиса, этого сайта вы разные устройства, разные пользователи То есть у вас не только IP-шка отличается, но и, в принципе, как будто вы с другого компьютера Зашли из другого места и, ну, вообще вы там, вообще совсем-совсем другой человек И в этом смысле вы будете более защищены, безусловно Но это платная история, и если вы просто ведете 2-3 сайта, то обычно это смысла не имеет И опасна эта история с аффилированностью прежде всего в Яндексе Поэтому, ну, я бы на вашем месте, если вы продвигаете под Рунет, не пользовался Яндекс-браузером А пользовался Гугл Хромом, потому что перед Гуглом в этом смысле не так страшно спалиться А если вы продвигаете под Гугл, ну, разными смелыми методами Ну, вы не хуже меня, значит, это уже знаете, что Гугл Хромом лучше не пользоваться, не палить эту историю Ну, и не пользоваться, соответственно, Гугловыми Гугл Доками, Гугл Таблицами Чтобы, ну, если у вас действительно большая сетка и Гугловые хоть как-то интересны ваши объемы То лучше эту историю не палить Если у вас там PBN-ка из 10, 20, 30 сайтов, то вам, ну, на вас Гуглу, в общем, с верхней полки абсолютно И, ну, а Яндексу вы более-менее интересны Если вы какую-нибудь неприятную технологию используете, типа накрутки ПФов То здесь тоже от Яндекса нужно более тщательно скрываться, скажем так И, ну, если вы продвигаете прям сеточку, которая принадлежит явно одной организации Ну, то заходите из-под Яндекс.Браузера на оба сайта, я бы не стал Вы их там, не заходите в их Яндекс.Метрику, панель веб-мастера Ну, ни с Яндекс.Браузера, ни с другого любого браузера Где вы можете спалить то же самое устройство Вот, а в остальном, при более-менее белом продвижении Если у вас не сетки сайтов, то это не сильно важно И если там 1-2 сайта у вас, то можно Яндекс.Браузером Проблем из-за этого обычно не возникает Но, опять же, от греха лучше под Яндекс, все-таки под Хром хотя бы работать Вот, а по удобству, ну, для меня Хром самый удобный И большая часть моей команды тоже работает под Google Хром На этом все. Подписывайтесь на канал, пишите ваши вопросы в комментариях Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok